всем доброго времени суток приветствую вас на своем очередном видеоуроке посвященному веб-дизайну и веб-разработке и сегодня мы с вами будем изучать начнем изучать регулярные выражения почему я решил сделать урок ну просто опять же вот один из моих слушателей владимир просил скажем рассказать о регулярных выражениях в прошлой уроке рассказывал о замыканиях теперь перейду к регулярным выражениям эту тему и разделил решил взять на несколько уроков сегодня будут затронуты некоторые полезные функции для работы со строками и применение регулярных выражений в них же вот таких простых скажем пример таких простых точнее ну не примерах скажем простых ситуациях но сами функции в принципе просты то есть сразу регулярное выражение я решил не давать постепенно подводить так скажем к этой теме и так что такое вообще регулярное выражение регулярное выражение это очень мощный инструмент для поиска какой-то каких-то частей информации ну какой-то части строки если быть очень точным да под строки лучше сказать правильно вот это инструмент для поиска для замены в общем для какой-то обработки информации вот причем поиск не просто имеется ввиду что надо найти там символ а в в какой-то строке это несколько символов а нет тут-то поиск будет вести сильно по комната формату шаблону паттерну сразу назвал все эти три стола потому что они будут они синонимы в данной теме вот то есть регулярное выражение очень важны действительно спасибо большое за день за эту просьбу и постараюсь очень максимально подробные практически точно подойти к этим урокам и так еще раз повторюсь сегодня урок я посвящу функциям полезным мощно функциям для работы с регулярными выражениями итак поехали давайте создадим который будет находиться строка и собственно что я буду делать значит я хочу найти какую-то под строку какую-то часть строки я создаю переменную и смотрите значит сразу когда мы обозначали строку обозначаем мы заключаем ее в кавычки когда мы создаем паттерн то есть шаблон которым будем искать вот регулярное выражение собственно мы заключаем их в слэши значит скажем открывающийся слэш и закрывающийся значит какое мы с вами будем искать выражение по строку данном случае простой пример будем искать чин ну мы знаем что нам но у нас есть вот собственно давайте применим первую функцию консоль лог мы применяем ее к строке x1 и вызываем функцию search так называется search вот и собственно передаем ей в качестве аргумента наш паттер вот значит сразу что комментарий дайте пока не буду оставлять давайте посмотрим на результат этой функции и так я еще раз повторяю к этой строке вот к этой я вызываю функцию search и в качестве параметра у этой функции передаю ей наш паттер наш шаблон вот или наше регулярное уровень как хотите это называйте ну и давайте с вами посмотрим что у нас там получилось нас вывелась в консоли двойка значит что это такое давайте оставлю комментарий функция search у нас ищет первое совпадение первое совпадение в строке то есть она нашла чин почему она выдала 2 что это такое дело в том что функция search возвращает позицию найденной точнее даже не найденная позицию с которой скажем стакан чилась то есть давайте посчитаем откуда у нас началась эта строка чин вот это вот позитив нас какая нулевая у нас расчет идет с нуля как надеюсь помните вот это у нас позиция первая но это уже 2 то есть выдал него на на функция search выдала начальную позицию требуемой строки так теперь что будет если я сделаю вот так вот смотрите минус 1 функция search возвращает минус 1 если ничего не нашла вот но как же нам быть что же теперь я переписывать паттерн да вот так вот делать еще что то нет абсолютно нет абсолютно не нужно этого делать для этого в паттерн шаблон нужно передать просто флаги флажки флаги значит что такое флаг флаги это некоторые небольшие опции для работы функции и чтобы поиск был регистр независимым то есть чтобы функция не обращала внимание большая это булка или маленькая я передаю флажок который называется обращая внимание что флажок передается после это скажем описание шаблона паттерна то есть после закрывающегося слыша и обновляю функции кстати у меня опять вернулась двойка не знаю то что у меня функция чин большое и так далее и тому подобное вот с функцией чин разобрались теперь давайте сделаем вот что давайте я отсюда к ним добавлю еще строку вот так вот 0 и смотрю результат по-прежнему двойка дело в том ну понятно что вы ожидали увидеть здесь здесь в ответе в результате какой-то еще позицию вот но этого не произошло почему потому что функция search ищет первое совпадение в строке дальнейшее совпадение на уже не ищет вот как быть с этим вот для этого с вами пойдем по следующей функции так давайте дальше распечатаем выведем в консоль следующая x1 опять и я взял функцию match новая функция и опять паттерн паттерн 1 так опять же ну давайте в поиск у нас единственный зависимый будет мы его ставим вы уже это прекрасно знаете для чего это надо вот и посмотрим что нам все функции нам вернет функция мачва возвращает нам собственно массив из следующего характера следующего строения следующего содержания вот значит собственно найденную строку чин порядок где он нашел и собственно изначально строку где функция собственно поиск производил вот опять же давайте добавлю какое-то выражение такое же по шаблону которое совпадение будет и обновлю вот опять у нас ничего не появилось вот ну давайте я сделаю вот что то я добавлю я добавлю еще один флажок он будет называться флажок джей джей прошу прощения и если я обновлю то посмотрите в строке как только я добавил флажок джей флажок джей то функция мач ищет все совпадения в строке но правда массив другой вернет то есть он идет просто массив из всех совпадений вот но найдет именно то что мы хотим и опять же поиск регистра независимый поэтому давайте я ставлю здесь тоже комментарии и это флажок для поиска а флажок джей это флажок для полнотекста поиска в строке то есть ищет не только первое совпадение а просто по всей строке как функции search вот тоже комментарии так отлично теперь давайте рассмотрим еще несколько примеров так смотрите значит давайте у нас есть ну давайте я новую строку какую-нибудь создам в 2 впроченьем var x ту зампл ту и тоже начинаем лучше следу главное выражение ноготочие и вот так вот сделал так и тут я что сделаю ну опять же создаем давайте паттерн ну и собственно давайте вызову следующих консоли лог и я применю называется сплит сплит и собственно что она делает эта функция проводит обычное разбиение так скажем в таком виде она конечно мне ничего не сделает она точно взят она разобьет выбрать по пробелам то есть у меня есть строка вот и эта функция просто у меня разбила по пробелам вернув массив начинаем изучать регулярные выражения но тут пробел нет поэтому выражение многоточие чин мне просто то есть обычная функция разбиение давайте не знаю по тире на тире и будем взбивать собственно потеряем ничего нет то есть у нас нет тире давайте я вот так сделаю да вторая функция должна сработать вот он теперь сработал потому что здесь появились тире и сплит нашла разделитель то бишь тире и разбила собственно строку на массив слов эта функция просто здесь долго останавливаться не буду так поехали к следующей функции самый мощный функции последний на сегодня самый мощный функции функции называется реплейс называли сразу концовок и собственно что я делаю я ищу символ который будет заменяться на новый сим то есть пробел будет заменяться на двоеточие вот давайте посмотрим получится ли у нас да получилось у нас начинаем изучать регулярные выражения но опять же обращаю внимание что что собственно разбивка произошла до первого пробела вот а как же нам будет если мы всю строку хотим да собственно все очень просто так нажал прошу прощения и забыл куда извините за эту неточность так собственно вопрос как же развивать строку всю строку не только первое совпадение давайте рассмотрим этот пример я называю функцию реплейс вот и я ей передаю уже паттерн то есть регулярное выражение и собственно вызывает флажок g как вы уже догадались и если у нас все написал правильно то вот смотрите у меня уже появились двоеточие везде именно полнотекстовый поиск вот отлично следующий следующую ситуацию давайте рассмотрим вот и что я здесь хочу сделать значит там давайте я буду заменять прям слово на что я хочу это слово поменять я хочу поменять это слово на символ доллар например но символ доллар является специальным символом вот и чтобы заменить слово на доллар я должен написать вот так вообще со специальными символами идем история отдельная я вам рекомендую почитать функции про функцию реплейс из и работе и со специальными символами я рассмотрю пару примеров вот один из них собственно с долларом другой следующий пример еще один пример со спец символами но там ситуации несколько больше нежели я их рассмотрю поэтому опять же рекомендую со спец символами посмотреть какие еще могут быть варианты и так что я буду делать я в повторюсь я в иском и строке буду заменять слово изучать на доллар то есть это скажем это доллар и конец экранирую то есть сам доллар у меня является спец символом но если я захочу вдруг этот спец символ использовать как замен то я должен его так скажем экранировать как в пички нас две кавычки или канал так я делаю вы попали ли не надеюсь вот итак давайте посмотрим что получилось вот пожалуйста начинаем доллар регулярное выражение вот у нас собственно сработало то что мы хотели так давайте следующий пример так еще один пример собственно касающийся специальных символов значит будет у меня регистра независимый поиск вот и собственно что я буду делать я буду менять строку и и вот дальше я пишу доллар и символ амперсандр вот что произойдет в этом случае при таком сочетании довольно станет следующая будет искаться мы произведем поиск строки в данном случае изучать да и при ее нахождении а мы знаем что он найдется будет произведена замена данной строки давайте посмотрим что у нас получится ну пожалуйста начинаем сосредоточились и изучать ну очень коряво и конечно получилось строка ну я думаю смысл вы поняли то есть что произошло у нас нашлось слово изучать и слово изучать заменилось на вот такой шаблон сосредоточились и и вот этот вот вот это сочетание символов доллар амперсанд говорит нам о том что вот по всю вот эту строку до синего все это строку а не так сказать вот это вот сочетание символов заменилась на ту строку которую мы с вами искали то есть вот сюда вот сюда вот перешло изучать так ну давайте еще все таки один пример со спец символами значит смотрите здесь уже появятся скобки первое будет скобках слова начинаем и во втором изучать зачем скобки что это вообще такое скобки в данном случае будет рассматриваться как две отдельные строки то есть тут ну паттерн один и тот же не один а он единый но этот так скажем два параметра то есть две отдельные строки которые будут у нас искаться опять же пользу регистра независимый вот и собственно что я хочу сделать я хочу эти слова начинаем изучать поменять местами для этого опять же вызывая спецсимвол не вызывай пишу спецсимвол доллар и меня порядок то есть два здесь пишу один что я писал я написал следующее что так прошу прощения здесь скобку лишнюю поставил здесь она должна быть я написал то что при поиске второй скобки ну вторая скобка станет 1 потому что я написал а первая скобка станет 2 то есть вот это у нас первая скобка это 2 а теперь по моему паттерну по моему шаблону вторая скобка станет 1 1 станет 2 давайте в этом убедимся пожалуйста изучать начинаем регулярное выражение то есть у нас изначально начинаем изучать а здесь стало изучать начинаем вот тоже сработал отлично так собственно со спецсимволами несколько примеров и привел давайте пойдем дальше осталось немножечко в этом уроке создаю следующую строку жертву принесу себя так и собственно что я буду делать здесь так и вторым параметром вторым параметром вторым параметром я уже буду придать не шаблон точнее не замену целую функцию что это за функция какой она здесь роль играет я думаю уже догадались что функция играет здесь собственно роль генератора строки на то есть новой строки то есть если в примерах выше мы сами эту строку явно написали даже что на что менять здесь за за нас это будут функции но опять же функцию надо описать как мне описывают фанкшен значит что принимает в эту функция май фанк на применяя принимает некосредственные параметры матч и собственно искома строка не искома строка строка как которым будем искать строка по сет это позиция с которой начинается поиск вот и стр это собственно искомая строка вот я опять же смотрю более-менее простенький пример собственно что эта функция давайте что он будет обращать только найдет собственно строку мы знаем что вот эту строку будет искать то есть вот этот параметр вот это вот наш паттерн это как раз первый параметр нашей функции то есть как только этот параметр этот паттерн точнее будет найден то просто вызовет и вернет вот такую строку давайте посмотрим что у нас произошло и так у нас вот это вот изначальная строка мы ищем вот эту вот эту вот по строку и давайте выведем результат ну пожалуйста строка камель камель из большой буквы камень то есть вот это вот слово память маленькая заменилась на вот эту строку вернувшую которую которая вернула функция май фанк давайте похожим и я например матч который у нас матч этого вот это вот наш шаблон я его приведу к верхнему регистра а парки стандартной функции жало скрипте и обратите внимание сейчас как поменяется строка камель камель с большой букв уже не просто большой все функции букв стали большими вот это вот камель на вот это вот вот прошу прощения за тавтология собственно так вот функции replace работает когда скажем подсовывается функция другая вот давайте последний примерно сегодня вот так и что я буду делать например со скобками будет первая камель 1 параметр паттерна расскажем нашего условного вот и собственно функция другая значит в чем здесь нюанс значит вот эта строка в прошлом примере это скажем один параметр он параметр матч здесь у нас по сути появился два параметра две разных строки хоть они и в едином шаблоне вот возвращаясь вот к этому примеру паттерн один но параметра нём для поиска два паттер стал стал более универсальный он ищет не одну под строку так скажем две под строки поэтому функция секунд фанк имеется поменяется с точки зрения количество параметров то есть матч останется дальше first парам секунд параметра секунд ну и offset offset и начальная строка они никуда не делись то есть количество этих параметров ну почему first параметра на секунде параметра по сути вот эти вот два шаблона в паттерне две по строки в паттерне то есть если будет три у вас будет здесь first параметра поэтому собственно количество параметров будет равно количеству под строк в вашем паттерне в вашем регулярном выражении ну и собственно эта функция будет возвращать вот такую строку секунд парам плюс пробел плюс first парам ну и давайте посмотрим что у нас будет выведено на печать камиль 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 а first параметра давайте сделаем давайте сделаем так вот чтобы вас это не смущало что как будто бы функция не сработала она сработала то есть смотрите секунд парам это у нас собственно камиль а first параметра у нас вот то есть вот он у меня секунд парам вот он вот смотрите соотношение то есть это у меня секунд парам а потом and и first парам еще раз давайте что такое first парам first парам это вот а second парам это вот то есть по сути у меня сюда передались вот такие вот две строки давайте так обозначим может быть надеюсь так будет понятнее вот ну я думаю теперь это понятно стало то есть вот этот вот паттерн этот паттерн это это параметр вот этой вот функции вот но так как этот паттерн состоит из двух параметров из двух строк из двух подстрок то этот параметр функции входной разбился на два на first парам и second парам ну надеюсь так понятно я объяснил вот ну что ж на этом на сегодня все рекомендую вам до следующего моего урока где я уже буду углублюсь еще более регулярные регулярные выражения вот рекомендую вам с этой функции replace потренироваться с другими конечно тоже полезно но вот эти функции они конечно полегче восприятие но вот функция replace это такая очень универсальная функция полезная вот и я думаю уже понял чем чем лучше запишите вот эту функцию да вот тем мощнее у вас будет поиск вот но опять же повторюсь на следующем уроке я продолжу разбирать регулярные выражения вот и на тем это очень важная интересная не самая простая но ее на самом деле надо понять и надо уметь пользоваться регулярными выражениями в любом языке будь то java script или pitch вот ну что ж спасибо вам большое за внимание оставляйте свои комментарии пожелания лайки у меня на канале на ютубе у меня на сайте вот всем спасибо за внимание и до следующего урока кадр